Божьи слова на каждый день Люди должны придерживаться тех многих обязанностей, которые им следует исполнять. Это то, чего люди должны придерживаться, и то, что они должны осуществлять. Позволь Святому Духу делать то, что должно быть им сделано. Человек в этом участвовать не может. Человеку следует придерживаться того, что должно быть сделано человеком, и что не имеет никакого отношения к Святому Духу. Это не что иное, как то, что должно быть сделано человеком, и это следует соблюдать как заповедь, соблюдать точно так же, как закон Ветхого Завета. Несмотря на то, что сейчас не период закона, по-прежнему существует много слов, в своем роде подобных словам периода закона, которых необходимо придерживаться. И их нельзя осуществить, просто полагаясь на прикосновение Святого Духа. При этом это те слова, которых человек должен придерживаться. Например, ты не вправе критиковать работу практического Бога. Ты не вправе препятствовать человеку, который засвидетельствован Богом. Перед Богом ты должен знать свое место, и не вправе быть безнравственным. Тебе надлежит быть сдержанным в речи. А твои слова и действия должны поддерживать мероприятия того человека, которого засвидетельствовал Бог. Ты должен чтить Божьи свидетельства. Ты не вправе обходить вниманием Божий труд и слова, исходящие из его уст. Ты не вправе имитировать тон и цели Божьих слов. Тебе не следует делать напоказ ничего, что выражает откровенное сопротивление тому человеку, который был засвидетельствован Богом. Этого и еще многого другого должен придерживаться каждый человек. В каждой эпохе Бог устанавливает множество правил, которые сродни законам и которым человек должен неукоснительно следовать. Благодаря этому Бог сдерживает человеческий характер и определяет искренность человека. Обратимся для примера к словам эпохи Ветхого Завета. «Почитай отца твоего и мать твою». Эти слова не применяются сегодня. В свое время они просто ограничивали некоторые внешние проявления человеческого характера. Их использовали, чтобы продемонстрировать искренность человеческой веры в Бога. С их помощью отмечали тех, кто верил в Бога. Несмотря на то, что нынче, период царства, по-прежнему существует много правил, которых человек должен придерживаться. Правила прошлого неприменимы. Сегодня есть очень много практик, которые больше подходят для того, чтобы человек воплощал их в жизнь, и которые являются обязательными. Они не предполагают работу Святого Духа. Человек сам должен притворять их в жизнь. В период благодати многие практики периода закона были отвергнуты в силу того, что эти законы были не особенно эффективны для совершения работы в то время. После того, как от них отказались, были утверждены многие другие практики, пригодные для того периода, которые стали многочисленными правилами сегодняшнего дня. Когда пришел Бог наших дней, от этих правил избавились, их больше не нужно было придерживаться. Было предложено множество других практик, подходящих для труда сегодняшнего дня. В настоящее время эти практики не являются правилами. Они предложены всего лишь для достижения необходимого эффекта. Они соответствуют сегодняшнему дню, а завтра, возможно, станут правилами. Словом, ты должен придерживаться того, что является плодотворным для труда сегодняшнего дня. Не обращай внимания на завтрашний день. Все, что сделано сегодня, сделано ради сегодняшнего дня. Возможно, завтра будут лучшие практики, которые тебе необходимо будет выполнять, но не обращай на это слишком много внимания. Соблюдай то, чего следует придерживаться сегодня, чтобы избежать противления Богу. Нет ничего более значимого для человека сегодня, нежели следующее. Ты не должен обманывать или скрывать что-либо от Бога, что предстает перед твоим взором. Ты не должен изрекать никакой скверны, не должен вести высокомерных разговоров перед лицом находящегося перед тобой Бога. Ты не вправе обманывать Бога, стоящего перед твоим взором, добрыми словами и ласковыми речами с целью обрести Его доверие. Ты не вправе вести себя непочтительно перед Богом. Ты обязан оказывать послушание всему, что сказано устами Бога, и не должен противиться Его словам, не должен критиковать или оспаривать Его слова. Слова, высказанные Божьими устами, ты не вправе истолковывать так, как посчитаешь нужным. Ты должен быть в состоянии не говорить лишнего, чтобы твой язык не стал причиной того, что ты станешь жертвой вероломных происков нечестивых. Ты должен сдерживать свои шаги, чтобы избежать нарушения границ, установленных для тебя Богом. Подобное поведение, с точки зрения Бога, побудит тебя изрекать высокомерные и напыщенные слова, а значит стать тем, кто будет отвратительным для Бога. Ты не вправе небрежно повторять слова из уст Бога, дабы другие не насмехались над тобой, и бесы не одурачили тебя. Тебе следует оказывать послушание всему Божьему труду сегодняшнего дня. Даже если ты его не понимаешь, ты не должен его критиковать. Все, что ты можешь делать, это стремиться и общаться. Никто не вправе нарушать границы исконного пространства Бога. Ты можешь лишь служить Богу сегодняшнего дня с позиции человека. С позиции человека ты не можешь учить Бога современности. Делать так является заблуждением. Никто не может заместить человека, засвидетельствованного Богом. В своих словах, действиях и сокровенных мыслях ты стоишь на позиции человека. Это должно неукоснительно соблюдаться. Это является ответственностью человека. Никто не в состоянии это изменить. А если такое происходит, то это будет нарушением постановлений. Все должны это помнить. Субтитры создавал DimaTorzok